Здравствуйте, друзья! Сегодня наше видео посвящено немалоизвестному римскому полководцу, политику и другу императора Августа Марку Випсани Агриппе. Марк Випсани Агриппа родился в 64-63 году до н.э. в Истрии. Агриппа принадлежал к провинциальной семье, но это не означает, что он был беден. Семья была позже повышена до всаднического сословия второго уровня римской элиты после сенаторов, что означает, что они были довольно богаты. Еще одним свидетельством является то, что Агриппа получил образование в Риме, что не по карману большинству семей. Именно здесь, в Риме, молодой человек встретил Гая Октавия, дальнего родственника Юлия Цезаря, известного полководца и политического деятеля, который в те дни еще покорял Галлию. В то время назревал конфликт между Сенатом, Помпеем Великим и Цезарем. В январе 49-го года, когда Агриппа и Октавий одели тогу верилис и были признаны взрослыми людьми, началась гражданская война, кульминацией которой стало сражение при Фарсале 9 августа 48-го года до н.э. и разгром Помпея. Отныне Цезарь должен был править римским миром, а Агриппа и Октавий были свидетелями его четырехдневного триумфа. Агриппа знал диктатора достаточно хорошо, чтобы в этот день убедить его помиловать старшего брата Агриппа Люция Випсани, сражавшегося против Цезаря. Давайте немного подробнее расскажем о триумфе. В апреле 46-го года Юлий Цезарь отпраздновал четырехкратный триумф, который прославился своей расточительностью. Был отмечен конец четырех войн. Война в Галлии, война в Египте, война против Фарнака II и война против царя Юбы из Нумидии. Эта последняя война фактически была войной против последних защитников Римской Республики, катана из Цепиона. Триумфы описаны великим греческим историком Апианом Александрийским в его истории гражданских войн. Говорят, что на триумфальное шествие было потрачено 65 тысяч талантов. Исходя из этого, сразу после триумфа Цезарь раздал дары сверх всех своих обещаний. Каждому солдату он давал 5000 динариев, каждому центуриону удваивал эту сумму, также каждому военную трибуну и префекту кавалерии, а также каждому члену плебса по 100 динариев. Кроме того, он устраивал различные шоу, были скачки, музыкальные конкурсы и бои тысячи пехотинцев, противостояло другой тысячи, с 200 единицами кавалерии на каждой стороне, а также бой слонов против зверей и морское сражение с 4000 грибцами, плюс 1000 морских пехотинцев на каждой стороне. Сам Марс, наверное, был поражен такими масштабами. Но давайте все-таки вернемся к Агриппе и его истории. Осенью 45 года до н.э. двое молодых людей, которым было 18 или 19 лет, отправились на восток, чтобы присоединиться к легионам Македонии, которые готовились к походу Цезаря против Парфянской империи. Святони рассказывает, что Аполлония, Агриппа и Октавиан посетили астролога по имени Теоген, который предсказал им блестящее будущее. Почти сразу же это пророчество оказалось неверным, так как они узнали, что Юлий Цезарь был убит сенаторами, которые возмущались его необычной и неконсенсационной властью. Молодые люди потеряли своего защитника. Парфянская экспедиция была отменена, и двое друзей вернулись в Италию. В их компании, кстати, был еще один друг, Гай Меценат, который в будущем станет знаменитой личностью. Они знали, что в завещании Цезарь оставил свое состояние и имя Октавиану, что давало ему значительное политическое влияние. Он мог отныне называть себя Гай Юлий Цезарь. Историки обычно называют его Октавиан, но это всего лишь условность. Сам человек, конечно, использовал магическое имя великого пауководца. А легионеры, воевавшие в Галлии и гражданской войне, сразу же начали предлагать свои услуги и верность Октавиану. Политическая ситуация была запутанной. Правая рука Цезаря Марк Антоний теперь отвечал за государство. Как консул он восстановил некоторую нормальность римской политической жизни. Несколько планов диктаторы были аннулированы, убийцы были помилованы и изгнаны в дальние провинции, но все ключевые назначения достались людям, преданным Юлию Цезарю. И состояние Цезаря было в итоге потрачено. В апреле 44 года до н.э. Октавиан прибыл в Рим и потребовал свою долю в наследстве. Но денег уже не было. Молодой Цезарь немедленно попросил поддержки у консервативных сенаторов, которые считали, что могут использовать неопытного подростка, чтобы убрать Марка Антония и получить больше полномочий для сената. В то же время Октавиан потребовал, чтобы убийцы Цезаря были наказаны. Популярность молодого человека вынудила Марка Антония удалить одного из убийц Де Циммы Юния Брута и прекратить его губернаторсов Галлии Цезарьпина. Когда последний отказался, Антоний двинулся на север и начал осаждать его в Мутине, современной Модене. Теперь сенат решил подстать армию для поддержки осажденных под командованием консула Авла Гирция, Гая Выбия Панца и Октавиана. Последний получил звание пропретра, что обеспечивало верность многих воинов. Бои были невероятно кровопролитными, два консула были убиты и в итоге Марк Антония был вынужден бежать в Галлию. Мы знаем, что Гай Меценат принимал участие в этих боях и вполне вероятно, что Агриппа был там же. Когда Децим Брут хотел поблагодарить Октавиана, то услышал в ответ, что хотел победить Антонию, а не помочь убийцам Цезаря. Теперь Децим понял, что ему тоже нужно бежать и Октавиан прошел по Риму с легионами, которыми он по праву командовал, требуя конституции для только что начавшегося 1943 года. Сенат, который когда-то считал, что может использовать этого человека, не имел средств, чтобы предотвратить этот государственный переворот. В том же году Агриппа начал менее зрелищную политическую карьеру. Он стал трибуном. А тем временем Марк Антоний достиг Галлии и нашел себе союзника Марка Эмилия Элипида, который управлял землями за пределами Альпы. К настоящему времени Октавиан контролировал Италию, а ветераны Цезаря, Липид и Антоний контролировали север-запад, а на востоке убийцы Цезаря смогли перегруппироваться и собирали армию. Ни одна из этих группировок не могла предотвратить неизбежную гражданскую войну, и никто не удивился, что летом 1943 года до н.э. Октавиан объединил свои силы с Липидом и Марком Антонием. Второй триумверат, который был не тайным сговором, а официальным событием, признанным в ноябре 1943 года. Сразу же триумверы начали гражданскую войну против убийц Цезаря, которыми к настоящему времени командовал Марк Юнебрут, Сапион и Гайкаси Лангин. В битве при Филиппах в октябре 1942 года Марк Антонием и Октавиан победили своих врагов. Меценат и Агриппа были полководцами в победоносной армии. Немного о битве. Вполне естественно, что равнины к западу от Филиппи однажды должны были стать ареной важного сражения. Это произошло в октябре 1942 года до н.э., когда две римские армии встретились друг с другом к западу от города. Брут и Кассий, убийцы Юлия Цезаря и защитники Конституции Римской Республики, прибыли из порта Неаполь на юге-востоке. А чуть позже триумферы Марк Антонием и Октавиану прибыли из запада, желая отомстить за убийство Цезаря. Эти люди считали, что монархия неизбежна. Это было больше, чем просто битва враждующих группировок. Речь шла о будущем Республики. Поскольку Брут и Кассий заняли лучшие позиции, Марк Антонием попытался обойти Филиппы, построив дорогу через водно-болотные угодья к югу от города. Но Кассий обнаружил это и построил поперечную плотину. Пока его противник был занят, Марк Антонием неожиданно приказал своим людям штурмовать лагерь Кассия. Атака была успешной. И Кассий, полагая, что все потеряно, покочил жизнь самоубийству, прежде чем он узнал, что Брут в то же время победил армию Октавиана и захватил лагерь Марка Антонием и Октавиан. Другими словами, обе стороны одержали победу и потерпели поражение в то же время. Второе столкновение было решающим. Пару дней спустя Марк Антонием и Октавиан смогли заманить Брута в битву, которого он не должен был принимать. В итоге триумферы одержали победу. Именно после этого карьера Агриппа действительно начала набирать обороты. Вместе с Октавианом он вернулся в Италию, оставив Марка Антонием реорганизовывать Восток. Октавиан, командующий верными легионами, более или менее приказал Липиду отправиться в Африку, что фактически стало концом его карьеров. Стало ясно, что следующий раунд гражданских войн должен был вестись между Антонием и Октавианом. В 1941 году до н.э. брат Марка Антонием Люци перехватил инициативу, и в Италии началась небольшая война, когда Октавиан попросил подкрепление у Галлии, а Луц Антонием попытался заблокировать их. Агриппа, вероятно, действующий в качестве легата, заместителя Октавиана, открыл путь в Галлю, захватив Сутриум. После этого Антонием удалился в Перуджу, где Октавиан начал его осаждать. В следующем 40-м году до н.э. Агриппа стал претером, что означало, что он отвечал за правосудие в Риме. Однако претеры могли также выполнять военные обязанности, и это, конечно, было ближе для Агриппы, который вообще не имел опыта работы в судах. Он был в состоянии отразить армию, которая должна была освободить Люция Антонием, и тем самым решить судьбу Перуджи. Октавиан предложил мягкие условия и послал своего врага в качестве губернатора в Испанию. Конечно, война в Перудже повредила отношения между Октавианом и Марком Антонием, но Агриппа смог договориться о личном договоре между триумферами. Антонием женился на сестре Октавиана, Октавии-младшей, а сын Антонием, Антонил, должен был жениться на дочери Октавиана Юли. Тот факт, что у Липида даже не спросили совета, показывает, насколько к нему потеряли доверие. С весны 1939 до осени 1938 Агриппа был правителем Галлии, где он заложил основы римского правления к северу от Альп. До тех пор провинция была оставлена на свое усмотрение. Ее покорил Юлий Цезарь, но гражданские воины помешали достойному правлению. Теперь это должно было измениться. Во-первых, Агриппа пересек реку Рейн и вел войну с германскими племенами, которые устраивали набеги. После кампании Агриппа переселил убианцев на западный берег Рейна и основал Ара-Убиорум, город, который сейчас известен как Кёльн. В то же время часть племени Чатти мигрировала в Нижний Рейн и Ваал, где смешались с местными жителями и стали называться Ботавцы, люди плодородных заболоченных земель. Их столицей был Ботаводорум, современный Неймиген. Агриппа также построил несколько дорог. Одну от гальской столицы Лугдунум, Лион, до Аквитании на западе, где восстание было подавлено в 1938 году. Одну к Верхнему Рейну на северо-востоке и одну к Лангрессу, столице Лингол на севере, где он разделен на две ветви – на северо-запад в Реймс и Шанель, и на север в Трир и Кёльн. Наличие итальянских винных амфоров в городах вдоль новых дорог доказывает, что торговцы шли по стопам солдат. В 1937 году до н.э. Агриппа был консулом. Он был не из сенаторской семьи, никогда не был квестером, никогда не был настоящим претером, ему было около 26 лет. Тогда, как консулу, официально должно было быть не менее 43 лет. Но Агриппа был военным и близким другом Октавиана, и этим все объяснялось. Между тем началась новая война. Во время конфликта между Тримуверами и убийцами Цезаря, сына Помпея Великого, секс Помпей, захватил власть на Сицилии и начал собирать сенаторов, которые хотели свернуть Октавиана, Альпида и Марк Антонио. Остров превратился в пиратское гнездо, и секс Помпей угрожал прекратить поставки продовольствия в Рим. Он был опасным врагом, и когда Октавиан решил напасть на него в 38-м, он потерпел поражение. После этого секс Помпей неожиданно объявил, что его защищает морской бог Нептун. Агриппу теперь попросили о помощи. С Гаем Меценатом он заключил договор с Марком Антонио, который предложил флот, и взамен получит армию для кампании против Парфиана. Агриппа на это согласился. Агриппа также построил новый порт недалеко от Путиоли, к западу от Неаполя, и использовал Авернское озеро за этим городом для подготовки морских пехотинцев. В этом же году Агриппа женился на цицеле Атики, дочери Атика, которому Цицерон адресовал много писем. Атика должна была стать матерью Агриппины, которая позже вышла замуж за будущего императора Тиберия. В 1936 году флот Агриппы был готов нанести удар, и, используя гарпуны нового типа, победил секста Помпея, Примилах и Навлохи 3 сентября 1936 до н.э. Это был не только конец последней Сенатской крепости, но и Липида, потому что Октавиан лишил его своих полномочий. Его оставили живых, так как он был римским понтификом. Бессильный триумфер достигнут почтенной старости. Это показывает, что Октавиан уже чувствовал себя довольно сильным, чтобы простить своих противников. Он мог позволить себе быть щедрым и к своим союзникам. Агриппа получил поместье на Сицилии, а 13 ноября корону Навалис, морскую корону. Агриппа был первым или вторым, кто получил этот вид военной награды. Отныне оставалось два правителя. Марк Антоний, который испытывал военные проблемы на Востоке, и Октавиан в Средиземноморье. Было очевидно, что однажды они пойдут на войну друг против друга. В 35-34 году до н.э. Октавиан пересек Адриатическое море, чтобы успокоить ситуацию в Иллирии. Операция, которая гарантировала, что иллирийцы не поддержат Марка Антония. Другие мотивы стояли в том, чтобы обучить войска, чтобы был создан сухопутный маршрут в Эпир, Македонию и Грецию. И тем самым Октавиан мог бы получить некоторые военные преимущества. Хотя эта Даматинская война была небезопасностью, и даже Агриппе пришлось спасать Октавиана в ней. Что пишет об этом событии Апиан Александрийский? Оттуда он продвинулся в другое место под названием Метулу. Он расположен на сильно возвышенной горе, на двух хребтах, с узкой долиной между ними. Здесь было около 3000 воинственных и хорошо вооруженных молодых людей, которые легко отбивали окружавших их стены. Римляне строили укрепления, создавали насыпи. Мотулианцы прерывали работу нападениями днем и ночью, изводили солдат, скидывали со стен, которые оставались от войны, который Децимбрут вел там с Марком Антонием и Августом. Когда истена начала рушиться, они построили другую внутри, покинули разрушенные и укрылись за новые. Римляне захватили брошенную стену и сожгли ее. Против нового укрепления они подняли два кургана. Через них построили четыре моста к вершине стене. Затем, чтобы отвлечь их внимание, Август направил часть своих войск в тыл города и приказал другим броситься через мосты к стенам. Он поднялся на вершину высокой башни, чтобы смотреть результат битвы. Некоторые из варваров бежали навстречу римлянам, которые пересекали мост, в то время как другие пытались поломать мосты своими длинными копьями. Они были очень воодушевлены, увидев, как один мост упал, а после второй последовал за ним. Когда третий пошел вниз, страшная паника охватила римских солдат, так что даже никто не решил вступать на четвертый мост. Пока Август не спрыгнул с башни и не упрекнул их в этом, поскольку его слова не заставляли их выполнять свой долг. Он схватил щит и сам прыгнул на мостик. Агриппа и Иера, два пауководца и один из его телохранителей, Люций Валас, побежали с ним. Он почти пересек мост, когда солдаты, охваченные стыдом, бросились за ним в толпе. Затем этот мост, будучи перевешенным, тоже упал, и люди на нем свалились в кучу. Некоторые были убиты, другие остались со страшными переломами. Даже сам Август получил травму правой ноги и обеих рук. Тем не менее, он сразу же поднялся на башню со своими сигналами и показал себя в целости и сохранности, чтобы не сломить дух воинов от сообщения о его смерти. Для того, чтобы противнику не показалось, что он собирается сдаться и отступить, он начал строить новые мосты. С помощью этого он вселил ужас в метулийцев, которые думали, что они борются против непобедимых и сильных волей людей. Так закончилась одна из компаний Октавиана. Добыча с Далматинской войны, возвращение к нормальной жизни морях, окружающих Сицилию и восстановление продовольствия на снабжение Рима были отмечены в 1933 году до н.э., когда Октавиан был консулом во второй раз, а Агриппа был идилом. В этой должности Агриппа изгнал всех астрологов из Рима и был ответственным за крупный проект грационного обновления. Были построены три новых акведука – Аква Юлия, Аквамарца и Аквадева. Восстановлены канализационные трубы, построена баня, вымощены улицы и отмечены праздники благодаря всему этому. Он также основал корпус из 250 рабов, которые должны были поддерживать канализацию и акведуки. Проект Агриппа был явно важен для Октавиана, потому что на самом деле это был странный дар, который он сделал Агриппе. Он был бывшим консулом и в обычной карьере бывшие консулы никогда не становятся идилами. Это показывает то, что Октавиану просто нужен был способный человек, которому он мог доверять. Мы бы сказали, что временный менеджер, возможно, при других обстоятельствах такого бы и не было. В последний день марта 1932 года до н.э. умер тесть Агриппы Атик. Агриппу наследовал несколько имений в Греции, но не мог ими пользоваться, потому что разразилась война с Марком Антонием. Он отослал свою жену Октавию, женился на египетской царице Клеопатрии, 7-й Филопатрии, и прошел слух, возможно, в поддельном документе, что Антони хочет отдать римскую землю Клеопатрии. Это было изменой и создало Октавиану повод пойти на войну. Клеопатра и Антони решили нанести удар первыми и заняли Грецию. Отсюда они хотели перейти в Италию, но их продвижение было остановлено, когда флот Октавиана отплыл на восток и приземлился в веротворенной Иллирике. Он продолжил свой путь на юг и установил плацдарм в Южном Эпире. В то же время Агриппа отплыл в Южную Грецию и отрезал линии связи Антония. Сделав это, он отплыл на север, основал другие важные базы в Патрах, и в конце концов все войска Антония были изолированы в Акциуме, где голод начал истощать его людей. Это заставило его бороться и прорваться в блокаде. Решающее сражение состояло 2 сентября 1931 года до н.э. Октавиан, который знал, что Агриппа был лучшим военачальником, приказал своему другу сражаться, но Агриппа не мог помешать Антонию и Клеопатрию вернуться в Египет. Фактически Антоний выигрывал битву. В конце концов он вырвался с этого сражения, но потерял свою армию и большую часть своего флота. Было ясно, что он также проиграл кампанию. Солдаты Антония немедленно сдались Октавиану, который предложил ему выгодные условия и продолжил преследовать своих врагов в Египте. Здесь Антоний и Клеопатрию покончили с собой. Ну что, друзья, на этом мы закончим первую часть истории о Марке Агриппе. Если вам была интересна данная лекция, то в скором времени мы запишем вторую. Пишите в комментариях свои пожелания, что понравилось, что не понравилось. Будем рассмотреть, будем что-то менять. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...